Венгрия станет первой страной в Европе, где люди смогут выразить свое мнение о санкциях, наложенных на Россию, которые затрудняют жизнь граждан Европы, заявил премьер-министр на открытии осенней сессии парламента. Виктор Орбан подчеркнул, граждане Европы платят санкционную надбавку за нефть, газ и электроэнергию из-за тех решений, которые были приняты бюрократами из Брюсселя и европейской элитой. Премьер-министр Венгрии поздравил итальянские правые силы с победой на парламентских выборах на своей странице в соцсети. Виктор Орбан выложил фото с будущим премьер-министром Италии Джорджи Мелони и написал «Больше, чем заслуженная победа. Я вас поздравляю». Известно, что между премьер-министром Венгрии и лидерами правых итальянских сил более интенсивное общение, чем обычные вежливые формулировки поздравлений. За последние сутки партнеры обменялись несколькими сообщениями и письмами. Все попытки заблокировать расширение атомной электростанции ПАКШ являются нападками на суверенитет Венгрии, поскольку санкции ЕС не касаются мирного использования атомной энергии. Завел министр иностранных дел Вене на заседании Международного агентства по атомной энергии. Петер Сиарто подчеркнул, в Европе немыслимо электроснабжение по доступным ценам и электронезависимость без атомной энергии. Министр обороны Венгрии провел свой первый официальный визит в Словакию. Его переговоры касались венгеро-словацких отношений по безопасности, а также приверженности к формату Вышеградской четверки и развития военного потенциала. Криштов Салай Бобровницкий со своим словацким коллегой были согласны в том, что обе страны по-прежнему привержены укреплению восточного фланга НАТО. В ближайшие дни в почтовые ящики будут опущены письма с кодами для заполнения анкет переписи населения. С 1 по 16 октября можно будет заполнить анкету онлайн. Тем, кто с этим не справится, придут переписчики. Свежие данные не только дадут общую картину о состоянии общества, но и будут являться основой для будущих экономических решений. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин